Здравствуйте все, кто сейчас на прямом эфире слушает Большое Радио. Это программа «Точка зрения». У микрофона Анна Будовская. Роман Мурачев за пультом звука режиссера обеспечивает эфир. С удовольствием представляю сегодняшнюю гостью у нас в студии представителя комитета по физической культуре и спорту, охране и здоровье Ирина Алексеевна Цыганкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ежегодный культурно-спортивный фестиваль «Гольфстрим» пройдет в Мурманске уже вот в эту субботу, 31 августа. Различные спортивные соревнования, спортивные развлечения, ярмарки, концерты и другие активные интересные мероприятия. Очень насыщенная программа. Мы сегодня поговорим, конечно, об этом фестивале. Это действительно одно из таких ярких спортивных событий в столице Заполярья, которое, в общем-то, по праву является одной из визитных карточек города Мурманска, особенно, когда речь идет о конце августа, на первых числах сентября, да, как-то так мы завершаем отдых, возвращаемся к работе, да, новый рабочий год. И вот такой праздник, такое замечательное событие. Расскажите немного об истории фестиваля. Вот давайте вспомним, как, в принципе, он трансформировался и, получается, какой уже по счету у нас фестиваль в этом году? Шестнадцатый, получается. Шестнадцатый. Шестнадцатый, да? Да. И начинался в свое время, если я не ошибаюсь, этот фестиваль совершенно по другим названиям. Конечно. И я могу сказать, что это у нас была Мурманская миля. Начиналась она у нас с 2006 года, насколько я помню. И первые мероприятия, которые были, это был только заплыв через Кольский залив. То есть все было сконцентрировано на пловцах в первую очередь. Да. Это вот задумка выросла оттуда. Да. И дальше уже руководители города, руководители спорткомитета приняли решение, что это нужно, естественно, все развивать. Масштабировать. Да, масштабировать и делать более массово. Откровенно говоря, я могу вам сказать, что этот фестиваль, это второй по величине, после эстафеты Олимпийского огня, которое состоялось в городе Мурманске, мероприятие, которое каждый год проводит у нас администрация города Мурманска, ну и мы, конечно, при поддержке правительства Мурманской области. Поэтому каждый год мы стараемся, у нас только не был он проведен в 2020 году, ну по объективным причинам, и в 2021 году еще не был проведен. Вот мы все понимаем, почему. А все остальные годы это было самое значимое мероприятие. И мы сейчас, к нам обратились люди, которые были за коперщиками всего этого, Мурманской мили, и они просят вернуть нас это название. Поэтому мы со своей стороны будем думать, может быть, действительно будем возвращать это название. Скажите, а вот ваша точка зрения, вот именно два таких звучных, интересных названия, да? Одно такое более мурманское, мне кажется, более локальное, именно Мурманская миля, с которого начиналась. И потом более масштабное, такое всеобъемлющее, да, гольфстрим. Вот вам какое ближе? Честно, это Мурманская миля. Потому что все, с кем бы я ни разговаривала, для них это вот все говорят миля, не гольфстрим, а миля. И все привыкли именно к этой миле. Может быть, ну я все-таки думаю, что есть задумки в спорткомитете сделать опрос населения и попробовать, да, что скажут жители, да, вот, что скажут жители по этому поводу. И мы планируем уже это начать с января месяца, вот такой опрос, поэтому посмотрим, как жители. Ну а мы, соответственно, будем присоединяться активно и высказывать свое мнение, дабы получить объективный все-таки результат. Ну, здесь, наверное, есть свои плюсы и там, да, и у одного названия, и у другого. В принципе, они звучные, они яркие, все равно ассоциация с севером. И, в общем, выберем общими усилиями, я думаю, придем к какому-то единому знаменателю. Вот такой небольшой исторический экскурс. Теперь возвращаемся в наши дни, буквально уже завтра, я понимаю, волнительно, очень много сил вложено в организацию. Такое масштабное мероприятие, тем более под открытым воздухом, с учетом того, что у нас всегда наша небесная канцелярия нам добавляет каких-то дополнительных историй по погоде, всегда это организовать ответственно и непросто. Вот на каком вы на данный момент уже этапе, все сделано, за все, так скажем, можно поручиться или еще последние штрихи остались по организации? Что было самым сложным? Вы знаете, мое мнение по практике, любое мероприятие, которое проводится на любом уровне, оно все равно имеет какие-то замечания и проблемы. Но мы считаем, и я считаю, что люди-то этого не видят. Они же видят только то, что вот должно произойти. Конечно, процесс самого, непосредственно подготовки, самой подготовки, формирования мероприятия. Да, и если в процессе мероприятия возникают какие-то сложности, этого не видно, это видим только мы, организаторы. В этом году, я могу сразу же сказать, что для меня этот год сложнее, чем предыдущие года в подготовке к Гальстриму. Но благодаря сотрудникам комитета, благодаря подведомственным учреждениям, которые действительно помогают и организовывают, благодаря нашим ребятам, я уже просто их называю коллегами, это ОМВД, ГИБДД, которые каждый день со мной на мосту, под мостом, мы думаем, что наше мероприятие пройдет по полной, я скажу так. Вот, есть некоторые нюансы. Мы сейчас, буквально вчера нам пришлось менять всю локацию транспортную, да, логистику. Ни в коем разе это не говорит о том, что мы отменяем то, что мы наметили по транспортной логистике. Но эти вопросы решены, и мы с сегодняшнего дня начинаем уже установку, сцена уже установлена у нас, начинаем все вот эти вот локации прорабатывать. У нас управление дорожного хозяйства очень нам помогает, города. Вот, поэтому, если я сейчас начну всех перечислять, то это будет очень много организаций, которые действительно особое внимание, это тоже МЧС, это ребята с Северного флота. Там много, безумное количество организаций, которые нам помогают при обеспечении безопасности участников заплыва. И, как вы видели все, что с первого раза у нас пробный заплыв не получился, в связи с погодными условиями, в связи с тем, что у нас, как мы его называем, белый кит приплыл, белуха у нас приплыла. Первый заплыв не получился, второй у нас все удался. И мы, конечно, надеемся, мы смотрим на погоду, потому что буквально вчера волнение у меня такое было. Я говорю, ребят, приходили к нам пловцы, вот, и я говорю, ребят, слушайте, а если будет у нас дождь, если будет ветер, потому что по прогнозу ветер там больше четырех метров в секунду, и что мы будем делать? Они говорят, нет, не переживайте, все будет хорошо, мы это сделаем. То есть для меня сейчас самое главное, ну, очень волнительно, во-первых, первое, это чтобы мы провели вот этот массовый забег, потому что для нас, спортсменов, те мероприятия, которые идут в спортивной линейке, они, знаете, такие традиционные, и спортсмены все знают четко свою расстановку, четко свои указания, как это проводить. А вот массовость, это, конечно, сложнее, поэтому мы все на пределе, скажу честно, каждое утро мы собираемся, я говорю, ребята, взбодрились, выпили чашку кофе и вперед на целый день. Поэтому я не думаю, что будут возникать какие-то сложности, но это будем видеть только мы. Ну и, соответственно, в предлагаемых уже обстоятельствах ориентироваться профессионально, четко, послаженной команде, как я понимаю, с учетом того, что вопросам безопасности уделено колоссальное внимание, и, наверное, это вопрос и номер один, с учетом того, что само мероприятие собирает много тысяч и зрителей, и участников, и профессионалов, и любителей, и вообще, вы знаете, такой объединяющий многие поколения спортивный фестиваль, что всегда как-то так радостно наблюдать, когда есть и малышня, и бабушки с дедушками, и родители. В общем-то, праздник спорта нас ждет, друзья, 31 августа, и в Мурманске, конечно, это одно из самых ярких и зрелищных спортивных событий под названием фестиваль Гальпстрим. Давайте немного подробнее по самой афише, тем более, что много действительно интересных локаций, активностей. Традиционные истории, про которые вы уже сейчас сказали, это заплыв и забег. С чего начнем? С заплыва или с забега? Вы знаете, вот вам вообще какое ближе стихия? Земля или вода? Вы знаете, наверное, все. Мы пытались увеличить количество видов спорта, которые на воде провели бы, но есть некоторые обстоятельства, при которых мы не могли, например, в этом году парусный спорт сделать. Потому что у ребят соревнования высокого уровня проводятся в области, и мы не проводим. Вы не допустите этого пересечения? Да, мы не можем, да. Это свой календарь событий, и поэтому в этом году у нас будет традиционный заплыв. У нас уже подтвердились 47 участников. Это будет 5 городов города Мурманска, ой, Мурманской области, прошу прощения, и 10 городов Российской Федерации. Что для нас, конечно, удивительно, потому что буквально решение было принято, что мы будем проводить 31-го в последние минуты. Я скажу так, в последний поезд мы запрыгнули, и у нас откликнулись спортсмены. Могу сказать, что у нас будут мастера спорта, мастера спорта СССР даже, и кандидаты в мастера спорта. Ну и просто люди, которые молодые, которые еще только начинают свою ступень в новом, вроде новый и старый вид спорта зимнее плавание. Ну, в общем, испытать силу характера и выносливость приезжают спортсмены из других городов к нам. И я хочу сказать, что мы в этом году будем подавать заявку на следующий год для того, чтобы наш заплыв был, ну, в общем, вошел в календарь мероприятия Министерства спорта Российской Федерации, как Всероссийское соревнование. Всероссийское. Да, мы будем эту попытку осуществлять, я думаю, у нас все получится. На воде мы проводим еще серф, сапсерф. Сапсерф, и сейчас это просто на волне популярности данный вид спорта, данная спортивная активность, да, скажем так? Да, у нас уже заявилось, я знаю, 50 участников, ну, там плюс-минус, не буду называть там сколько, но 50 участников. И с каждым годом у нас количество увеличивается. Если в прошлом году у нас их было где-то около 25, то сейчас в два раза увеличение пошло. Вот. Это то, что касается воды. Ну, и мероприятия, которые на мосту, это традиционные. Это наш проезд мотоциклистов, наши байкеры. Всегда очень зрелищно. Да, они с удовольствием у нас участвуют. И вчера буквально мы с руководителем клуба встречались, они сказали, Ирина, мы готовы тоже около 50 мотоциклов вам выставить. Ну, то есть я считаю, что это очень много. Вот. Дальше у нас пройдет, если так брать по нашей программе, после старта, который состоится в 16.35, вот парада автомототехники. Дальше у нас будет забег на роллерах. Там традиционно у нас участвуют наши спортсмены со спортивных школ. После этого мы даем старт заезда инвалидов-колясочников. И у нас второй год подряд приедут ребята с Манчегорска. Мы их пригласили, они поддержали, сказали, что обязательно приедут. Следом у нас будет заезд беговелов. Это наш клуб «Ветерок», который работает в городе Мурманске. И они тоже нас поддерживают. Ну, естественно, дальше легкоатлетический забег спортсменов. Тут борьба будет, скажу так, жесткая, потому что все понимают, что это денежный приз. И дополнительно наши партнеры, окраина, которая каждый год принимает участие, они делают дополнительные призы для спортсменов, победителей этого легкоатлетического забега. Все вроде как бы привыкли, что они нам дают продуктовые корзины, но в этом году будут другие призы. Да, пока мы это держим в тайне, что будет, мы не знаем, откровенно говоря. Сказали, что это будет сюрпризом. Ну, то есть сюрприз, который не будет разочарованием. Нет, однозначно, я не буду сейчас рассказывать все карты. Роман присутствует, он будет свидетелем того, потому что я ему уже заранее дам весь сценарий, как говорится, награждения. Ну и дальше у нас состоится основной, это забег в 17.05. Мы даем старт самому массовому забегу по всех жителей, которых я, конечно же, приглашаю. И единственное, хочу обратить внимание, что в этом году мы организовываем доставку всех участников мероприятия на старт именно на автобусах. То есть пешком в целях безопасности никто пройти не сможет по мосту, поэтому всем мы обеспечиваем транспортом, и все жители спокойно будут переезжать на ту сторону моста. Последний автобус у нас пройдет где-то около без 5.04, потому что в 16 часов у нас состоится официальная церемония открытия нашего мероприятия, где мы с большим нетерпением ждем и губернатора Мурманской области, и главы администрации города Мурманска. Знаю, что мои коллеги с комитета по культуре подготовили культурную программу, очень такую интересную, и даже будет у нас группа с Москвы. Она не такая популярная там среди молодежи, но она тоже будет выступать именно на этой же сцене. Вот, поэтому мы планируем чуть-чуть сейчас в связи вот с этой транспортной логистикой, про которую я говорила, чуть-чуть сместить зону финиша, но мы ничего не меняем, все остается прежде, и весь этот забег по Кольскому мосту, естественно, будет проведен с большим количеством участников. Центральные ключевые события, забег по мосту, да, легкоатлетический забег, и старт, заплыв через Кольский залив, старт которого будет где-то в районе 18-18-20. Скажите, пожалуйста, почему довольно поздно вот такое время, мне кажется, все-таки уже, как говорится, солнце будет стремиться к закату, 18 часов там, да, плюс-минус 20 минут? Вы знаете, почему у нас мероприятие в этом году проводится именно в 16 часов начала церемония открытия? Да, и церемония, да, вот официально открытия. Для понимания, дело в том, что мы всегда подстраиваемся, скажу так, под спортсменов, которые участвуют в заплыве, а для того, чтобы нам провести заплыв, у нас должна быть полная вода. Вот какое условие. Это условие, при котором мы всегда смотрим по времени. И тут у нас был выбор. Либо же мы проводили через, ну, не через неделю, там, седьмого, восьмого, а еще через неделю. 14-15? Да, 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 да. Но там наши бы спортсмены плыли бы в 7-45. Поэтому, естественно, это было бы не посмотреть. В 18 плюс это получше, да? В начале седьмого поплыли. Хотя они были готовы и в это время плыть. Им же все равно, вы же понимаете. Но мы все-таки решили, потому что большое количество зрителей приходит и смотрит именно заплыв. Конечно, конечно. Это будет вечером. Поддержать, поболеть. Да и вообще увидеть, в принципе, довольно такое интересное и экстремальное событие. Да. Не каждый, далеко не каждый, единицы, мне кажется, в принципе, вот, да, могут похвастаться такими интересными активностями на воде, в открытой воде, в заливе. Я не знаю, даже у нас в стране есть еще что-то подобное? Ну, где-то есть, наверное. Ну, больше всего у нас... Там, где вот моржеванием занимаются, там точно есть. Да, 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 там точно есть, но мы как-то вот, наверное, первые, потому что у нас же были, приезжали, сейчас вопрос решается по проведению чемпионата России в городе Мурманске. Да, да, конечно. А вот, так что мы пока ждем всего, всей этой истории. Будем держать с кулачки на удачу, чтобы все сложилось. Ну, и я немного, если можно, расскажу, что у нас будет проходить под мостом, те новшества, да. Да, да. То есть... Новинки этого года, новинки фестиваля Гольфстрима. Да, значит, первой новинкой, сразу же скажу, я, знаете, пойду по ходу по площадкам, потому что уже... Вы себе уже представляете все это, да, расскажите нам. Логика, которая у нас идет, это когда у нас все наши участники забега, зрители спускаются по винтовым лестницам вниз. Мы, как говорится, я начинаю. В общем, у нас первая площадка, которая будет, это мы проводим впервые, это историческое многоборье эпохи Средневековья. И там будет площадка Древняя Русь. Ну, есть такие локации в городе, проводятся они, культурные мероприятия, но здесь мы ребятам предложили, они не отказались. Это клубы из Мурманска и Североморска. И скажу сразу же, что мы будем чеканить монеты, которые будут раздаваться жителям города Мурманска. Как памятные такие, да? Памятные, да, монетки. Значки, монеты сувенирные. Именно с кольстримом, да. Вот, я думаю, что там будет интересная площадка. Видела только на фотографиях, посмотрим, что будет вживую, да. Дальше мы проводим площадку Юки Гассена, но это традиционная площадка. Вот, следующая площадка, которая будет новая. Мы понимали, что была традиционная Крэзи Миля, но мы знаем, что у нас сейчас в области, да, и рядом с городом Мурманском есть парк Патриот. Вот, поэтому мы сделали некий фитнес-челлендж, где будет у нас шесть станций. И плюс ребята, команды, которые будут принимать участие, они будут у нас, можно скажу так, таскать автомобиль, который нам предоставил автосалон. Посмотрим, что это будет за действие, то есть это не пауэрлифтеры там, да, какие-то и спортсмены великие, скажем так, а это именно люди, которые просто заявились в команду. Любители. Да, любители. Знаю точно, что команда администрации города Мурманска заявилась поучаствовать в Юки Гассене. Вот посмотрим, что будет. Потому что мы сейчас пытаемся... Кто кого. Да, мы сейчас пытаемся подтянуть нас, как говорится, да, муниципальных служащих на мероприятия в футболе, когда мы в центре проводили. Вот сейчас будет в Юки Гассене. Но следующие площадки у нас пойдут, это традиционный пляжный волейбол, футбол. Дальше у нас пойдут площадки, арктическая кухня у нас будет выставлена, и здесь благодаря комитету по экономическому развитию города Мурманска они нам делают эту площадку. Будет ярмарочная торговля, да? Да, это будет арктическая кухня, направление такое с элементами. И для всех жителей будут раздаваться шоколадки и чай, ну скажем так. С нашими кольскими травами, да? Да, да. Вот, что еще у нас нового получается? К нам обратилась Федерация бокса, и мы делаем площадку бокса. Плюсом еще мы пробуем, и я знаю, что это у нас получится, мы будем делать площадку по стритболу. Поэтому наши ребята-баскетболисты в этом году смогут поучаствовать в баскетболе и поиграть на площадке. Конкретно баскетбольной, то есть мы делаем покрытие, мы делаем корзину, все это доставляется туда, и это будет новшество. Такого у нас еще не было. И еще одна площадка, она в свое время была, это площадка Лазертака, где также, я знаю, 100% у меня уже есть 6 команд спортсменов наших школ, которые хотят поучаствовать в Лазертаке. Да, попробовать. То есть все желающие смогут, естественно, поучаствовать в этом мероприятии. Но это вот из основных тех площадок, которые такие. Были еще у нас рассмотрения других вопросов, мы хотели там предложить маутинбайк, но, к сожалению, не позволило в последний момент, буквально отказались от этой истории, так как не подходит сейчас площадка. То есть если полмесяца назад было все хорошо, то сейчас возникли проблемы. Мы быстренько все это пересмотрели и сделали площадку Лазертака. Лазертак заменили, да? Лазертака, маутинбайк. Да. Нет, маутинбайк, лазертака. Да, наоборот. А для юных любителей поиграть, посостязаться, порезвиться... Родной двор. Родной двор, традиционная история, которая тоже уже знакома многим, площадка Родной двор, Родной город. Вот очень насыщенная программа, очень любопытная история с как раз реконструкцией исторической, как раз Древняя Русь, это вот впервые такое будет. Ну и, в принципе, мне кажется, на любой вкус, вот интересно, интересно и хочется посетить все. Программа начинается с 14 часов, в 16 это официальная церемония открытия фестиваля и закончится уже к 9 вечера, да, вся эта... Ну, мы официально церемонию награждения будем проводить с 19 до 20. До 20. Да, с 19 до 20, а потом все желающие смогут также на бесплатных автобусах уехать. Уехать. Уехать, да. Вот вы уже сказали, так вскользь, по поводу того, что будут интересные призы и будут сюрпризы и традиционные партнеры, а кто вас поддерживает в этом мероприятии? Вы знаете, в последний вагон, скажу так, у нас запрыгнула компания Альфа-Банк, и они тоже делают денежные призы, будут проводить розыгрыш непосредственно на сцене в 18.15. Мы им предоставляем время, где они будут разыгрывать свои призы для всех жителей города Мурманска. Естественно, это... Я уже говорю естественно, потому что это окраина, которая всегда у нас является нашим постоянным партнером, и они у нас дарят сертификаты всем нашим инвалидам. То есть инвалиды получают сертификаты на продукты, которые они смогут заказать через интернет-магазин, но я знаю, что это проводится, и они это заказывают действительно. У нас всем участникам также, мурманским охранным предприятиям будет раздаваться вода бесплатно. Это тоже уже на протяжении трех лет охранное предприятие мурманское у нас является партнерами. В этом году у нас первым еще партнером будет компания Ситилин, которая в последнее время нам дает подарки, призы для всех участников на протяжении уже трех наших мероприятий. И они будут непосредственно награждать ребят именно площадки баскетбола. Но и тоже наш партнер, страховая компания Росгострах, они будут страховать всех участников заплыва, и они организуют у нас призы для самого молодого и самого возрастного участника заплыва. Вот как интересно. Да, среди мужчин и среди женщин. То есть это вот порешали, подумали, посоветовались с нами и сказали, да, мы будем дарить им подарки. Ну что ж, достойно и хорошо, что появляются новые партнеры, единомышленники ваши. И это действительно интерес, соответственно, всем участникам, потому что, конечно, это мотивация, безусловно, получить какой-то яркий приз, тем более, если речь идет еще о каких-то финансовых таких составляющих. Это дополнительная мотивация. Хотя в целом, если говорить о таком замечательном фестивале, спортивном, и не только спортивном, просто таком активном, семейном фестивале «Гольфстрим», здорово, что у нас есть такое мероприятие. И, в общем-то, начинаем, можно сказать, новый учебный год в преддверии, да, с такого позитива, с хорошего настроения. А вообще город Мурманск, Мурманск спортивный. И буквально минутка до завершения эфира я бы хотела напомнить, что у нас буквально не так давно открылось на Абраммысе новое пространство «Сопки спорт». И вас сейчас, я знаю, надо уже отпускать, потому что близится новое открытие еще одного пространства «Сопки спорт». Да, у нас при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса создаются на территории области, на территории города такие молодежные пространства, как «Сопки спорт». Хочу сказать, что мы получили добро, и теперь люди старше 35 лет, они тоже смогут, конечно, не за бесплатно, за минимальную стоимость, да, посещать эти молодежные пространства. В прошлом году мы открыли «Сопки спорт» на Беринга, и они у нас действуют уже год, и очень пользуются популярностью. Вот буквально позавчера мы открывали на Абраммысе, а сейчас на Крупской, на Крупской 52 сегодня у нас открытие. И еще нас ждет открытие трех пространств. Это в Ленинском, в Октябрьском и также в Первомайском районе. Спасибо, спасибо, Ирина Алексеевна, за эфир. Все на спорт, как говорится, да, все. Фестиваль «Гольфстрим» вас ждет 31-го буквально завтра, 31 августа, с 14 часов. Начинаем и продолжаем активную спортивную деятельность. Спасибо. Спасибо. Спасибо.